Украинское телеграм-сообщество уже скоро ждёт большое землетрясение. Об этом сообщает телеграм-канал, который связывают с заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко. По всей вероятности, речь идёт о фигуре кремлёвского блогера Анатолия Шария. В сети уже пишут, что полученная авторами телеграм-канала информация может иметь под собой реальные основания в связи с зачисткой украинского информационного пространства от российских агентов. Украинское телеграм-сообщество скоро ждёт большое землетрясение. Настолько большое, что у некоторых земля выйдет из-под ног, отмечено в сообщении. Авторы пишут, что в окружении главы СБУ Баканова сообщают о подготовке экстрадиции Шария. Экстрадиция готовится активно, а в офис Ютуб отправлены запросы с доказательной базой. Канал заблокируют, американские лоббисты уже включились. Под угрозой вскрытия весь телеграм-бизнес Шария. Информационная бомба будет очень скоро, отмечена в сообщении. Сам Шарий отреагировал на сообщение с тревогой, выдвинув обвинения Офису Президента и Владимиру Зеленскому. Накануне партия Шария внесла полтора миллиона гривен залога за Викторию Доскалицу, гражданскую жену одесского лидера Антимайдана. Женщину подозревают в государственной измене в деле телеграм-каналов, которые, по мнению СБУ, работали за деньги из России. Только 1 февраля 2021-го служба безопасности задержала Викторию Доскалицу по подозрению в госизмене, а также в тот же день суд отправил ее в СИЗО с правом внесения залога. Пророссийской партии Шария понадобилось всего два дня, чтобы собрать необходимые деньги. Поэтому уже 4 февраля за подозреваемую внесли всю сумму залога. Адвокат Валентин Рыбин надеялся забрать ее из СИЗО 5 февраля, но рассказал, что так и не смог туда попасть. На входе дежурила полиция и никого не пропускала. Впоследствии стало известно, что Рыбин не смог зайти в исправительное учреждение из-за серии фейковых минирований, которые потрясли Хариков. Под удар злоумышленников попали в частности суды и вышеуказанная сезона улицы Полтавский шлях. Также украинская телеведущая Оксана Марченко, жена главы полицейства партии, оппозиционная платформа «За жизнь» Виктора Медведчука попала в базу данных миротворца. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok